Сергей Николаевич, братцы из интернета задают разные вопросы. Давайте попробуем на них ответить. В каком звании вы ушли в запас? Старший лейтенант. А интересно было бы сняться в русском сериале про байкеров большого города? Хорошая идея, на самом деле. Конечно, было бы круто. Что знаете о спутниковом микроволновом оружии? Я вообще... Оружие меня интересует все меньше и меньше, братцы. Не знаю, первый раз слышу. В каких проектах сейчас участвуете или в ближайшем будущем планируете участвовать? Сейчас мы работаем над сценарием третьей части «Сержанта». «Сержант 3» — это для телеканала РЕН-ТВ. Первых два «Сержанта» достаточно успешно зашли. То есть, у них хорошие рейтинги, они нравятся людям, отзывы очень хорошие. Безусловно, не обошлось без замечаний. Мы их учитываем, пишем сценарий. И я надеюсь, что в следующем году мы выйдем на съемки параллельно. У меня два проекта сейчас с РЕН-ТВ связаны. Там молодые, очень талантливые ребята снимают. Такие ребята, которые выросли из каскадеров, выросли из продюсеров фильмов. Это сериалы РЕН-ТВ. И последний вопрос из серии общих, самый важный. Вы убираете фекалий за свои собаками на спортивной площадке? Однозначно. Молодые, у меня есть желание казнить всех, кто это не делает. Блок здоровья и духовность. Что думаете о лечении онкологии? Классическая медицина или что-то с Востока? Братцы, я буквально недавно снялся в фильме про лечение, про рак легкого. Это страшная болезнь, я честно говоря, меня пригласили на главную роль. Прямо сразу за этим видео будет ссылка на этот фильм, посмотрите. Такая пронзительная история, она полудокментальная. Режиссер этого фильма, который вы посмотрите, я надеюсь, посмотрите. У нее отец умер от рака легких. И я когда окунулся в эту тему, я пообщался с лучшими специалистами по лечению онкологии в стране. Ведущими, самыми крутыми. Медицина сейчас шагнула очень далеко, братцы. И не питайте иллюзии какие-то, не надо бежать в лес. Чем раньше вы обратитесь к высококвалифицированным врачам, тем больше шанс, чтобы выпить. Рак легковат, к примеру, самая смертельная форма рака. Там смертность раньше была 90 с лишним процентов, сейчас она снижается, новые лекарства появляются. Это не дай бог никому. А знаете, что случилось? Сейчас всплеск был, всплеск обнаружения. И когда я общался с врачами, почему снимали этот фильм, ковид спровоцировал всех на поход на КТ, КТ легких. И начали обнаруживать массово на ранних стадиях. Когда на ранней стадии обнаруживают, всегда есть шанс. Не было бы счастья. Если вы курите, если вы курите, парни, раз в полгода на КТ легких. Всем мужикам после 40 лет раз в полгода на онкомаркеры сдавали. У меня тесть сдал онкомаркеры, и мы перехватили рак на самой ранней стадии. Сделали операцию, выжил, все прекрасно ходит. И даст бог еще проживет 100 лет, понимаешь? Но просто вовремя все надо делать. То есть, когда ко мне люди приходят заниматься, просятся. Первое, что я говорю, так, братцы, надо ложиться в 9 вечера. Николаевич, ну я не могу. Ты пришел занимать мое время, ты не в состоянии отстроить свой режим. Все начинается с режима, и потом, я говорю, если люди выстраиваются на режим, братцы, пошли к врачу и прошли полную диспансеризацию. Сдали анализы. Потом, потом, когда вот его перехватили, у меня в группе занимается, в старшей группе занимается несколько человек в состоянии ремиссии онкологии. Я говорю, я сегодня мы снимали, я тебе говорю, парень есть, мы вместе служили. Ну, как парень, мужик. Он старший, он гембелем у меня был. Вот, у него тяжелая форма была онкологии. Он уже, он делает химиотерапию, все, но мы подобрали там формы тренировок. Он убрал 30 килограммов веса, он восстановил суставы, он двигается. Ему давали, когда он пришел, его прикатили ко мне на терешке. Он приехал попрощаться. Он не двигался сам. Он сейчас носится, бегает. Понятно, что ему тяжело, понятно, что он болеет. Он последний раз, там, 7 месяцев назад проходил химиотерапию опять. Но он живет. То есть, сочетание вот этих методов, ну, не диких каких-то, я не врач. Я четко вам скажу, что сейчас медицина творит чудеса, важно вовремя переходить. Теперь блок спортивных вопросов. Сергей Николаевич, скажи, как правильно выбрать себе тренера? Неважно, по какой дисциплине. Выбор тренера зависит от целей, которые вы перед собой ставите. Давайте так, братцы. Я обращаюсь к людям, которые уже набили шишек, наделали своих травм, ошибок. Кто-то полежал в больничке, кто-то посидел в тюрьме, кто-то понял, чем заниматься в жизни надо. Про тренера. Тренера выбирайте в зависимости от задач. Если вы хотите соревноваться по каким-то видам, то выбирайте, естественно, тренера, у которого высокий результат в данном виде спорта. Если же мы говорим о людях разумных, которые думают о своем здоровье, то никогда не выбирайте тренера моложе себя. Быть молодым, сильным, крепким, растянутым, бойцом великолепно, там, 20-25, там, садиться в шпагаты, потрясать вас мускулатурой в химичиной. Как бы это дело дурное и нехитрое. Я никого не хочу обидеть, это просто так. Тренер должен быть либо вашего возраста, либо старше и выглядеть так, как вы бы хотели выглядеть. Ну, а если речь идет о каких-то прикладных штуках, ну, то есть, пожилой тренер под дзюдо, который там, пузатый, сидит на лавочке, но при этом воспитывает олимпийских чемпионов. Это просто другая история. Но он славки не встает не потому, что он ленивый гад, а потому, что количество травм у таких людей, к такому возрасту, уже зашкаливает. И он просто своей энергетикой, своим опытом, ну, вставать-то не надо. Но они, в большинстве своим учетом греха, видите, они не могут встать. Это люди глубоко травмированные, там, с кучей проблем. Вы нахватываетесь в травм, и потом начинаете, там, я не вступаю в дискуссии ни с кем. Это личное горе каждого, но нравится вам получить травм, вы получаете их. Завтрак туриста в Санкт-Петербурге, перед походом в театр, после спортзала, ну, красота. Богдан, ты спрашиваешь, как я похудел? Вот так и похудел. Нет, между прочим, всего 80 граммов, и в них 30 граммов белка. Ровно та самая порция, которая, как считают, необходима для усилия. Сахара, вкусно. Да. И сахара нет. Классная тема? Да, реально, реально вкусно. Плак. Пюр-протеин, ребята, рекомендуем. Класс. Как правильно сочетать пауэрлифтинг и единоборство? И возможно ли, в принципе? Ну, есть прецедентов достаточное количество. Я знал ребят, которые чемпионы мира по самбо и мастера спорта. Мастера спорта международного класса были по пауэрлифтингу. Это школа из Оренбуржии. Там очень крутой парнишка был. К сожалению, забыл, как зовут. Вот. И таких примеров масса. Но это сочетание, честно тебе скажу, мое мнение, возможно только в молодом возрасте. Когда тебе, извини меня, там 20-25, но 30, ты на пике формы. У тебя тестостерона через край, ты и тянешь, и борешься. В борьбе это достаточно много. В ударных видах спорта я такого практически не видел, потому что вот ты, ну, ты сам, ты соревновательный спортсмен. Ты же видел, что они просто вот, они умирают. При обмене ударами, как бы, чем большая мышечная масса, она скорее вредит. А борцов много есть, очень сильных ребят. Я тут подписался на парня одного, он греко-ребская борьба, грузин. Ну, такое впечатление, что он такой греческий бок. Ну, так где мышцы, ну, скорость сумасшедшая, техника сумасшедшая. Вообще, борцы славятся такой, знаешь, хорошей атлетической формы. Я думаю, любой борец там уровня, там, международника спокойно КМСа по пауэрлифтингу сделает, просто не сильно напрягаясь. Как правильно тренироваться в вечернее время, по будням? Пришел с работы с завода, тяжело. Не знаю, это индивидуальный вопрос. Я же не знаю, сколько вам лет. Я не знаю, с какой работы вы пришли. Вы день сидели в офисе или вы там в шахте работали. Это требуется каждому конкретному человеку, ваш возраст, ваше физическое, как правильно. В общем и целом, если у вас стоит выбор поспать или потренироваться, ложитесь спать. Если вы уставший, вы ушатанный, вы приходите с работы, вам хочется спать. Нет, я должен. Да ничего-то не должен. Вы просто добьете свое здоровье, и потом вы будете готовы, как я говорю, землю жрать, а врачи будут разводить руками. Таких примеров, к сожалению, в моем окружении все больше и больше. Почему всех спортсменов тянет именно в Таиланд? Ну, мы понимаем, что речь о единоборствах. В ответ очевиден он на поверхности, потому что талантливый журналист Сергей Николаевич Багюк снял прекрасный фильм. 16 фильмов о Таиланде. Настолько ярко и красочно, что каждый парень, который практикует единоборство, считает своим просто долгом этот must-have посетить Таиланд. Многие об этом вспоминают неприятно на самом деле. А если серьезно, то там создана вся инфраструктура для занятий единоборствами. Она просто есть. Тут ты тренируешься, тут же ты плаваешь, тут же ты спишь, тут же массаж, тут же все. Меня до сих пор удивляет. Но это уже, знаете, из раздела очевидно невероятное. У нас масса мест. Там Сочи, курорты Краснодарска, окрая, везде. Что мешало там все это сделать? Ну, что-то, видно, мешает. А в Таиланде там вся структура заточена под то, что ты тренировался и давал высокий результат. Вы сами на правиле тянетесь? Да. Я не тянусь, я практикую правила. Правила – это не протянуться, ребят. Правила – это тренажер разносторонний. Это практика. Очень серьезная. И самое главное – тут тоже выбрать правильного тренера. Братцы, привет. Совсем скоро на нашем канале ВКонтакте премьера фильма «Ангел Ви». Фильм снят по сценарию моего близкого друга Богдана Хмельницкого. И он посвящен памяти величайшего советского тяжелоатлета Василия Алексеева. Посмотрите.